приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и благодатной погоды у нас наконец-то начинают на деревьях появляться желтые листья желтые листья говорят о том что скоро начнется период биологического покоя поэтому мы собрали все ваши вопросы по теме посадки саженцев осенью саженцев садовых растений и сегодня на этот вопрос на эти вопросы будем отвечать видите я даже название все эти ваши вопросы вот в этом вопросе повесила почему саженцы садовых растений важно посадить в конце октября 2022 года еще раз по пунктам все 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 расписываем и так первый пункт то что я вам сейчас показала мы увидели уже листья на желтых желтые листья на деревьях а значит начинается период биологического покоя этот период уже по-настоящему начинается после листопада уже листья начинают желтеть еще пару раз туманчик плутон в этом поможет и естественно у нас листья начнут осыпаться это даже юг юг украины мы именно на юге украины живем второй момент очень важный почему надо будет посадить именно в этот период мы сегодня все все вопросы отвечу не волнуйтесь и так саженцы да как раз продаются со свежими корнями именно осенью выкапывают саженцы и продают их то что остается тоже продается весной корни не свежие а сейчас саженцы со свежими корнями а значит третий пункт очень быстро переживаемость будет и продолжается рост корешков и продолжается кстати себе тоже себе где-то запомните до момента когда температура почвы составляет плюс 4 градуса вот в глубине там где находятся корни должно быть плюс 4 если температура выше то корни развиваются поэтому получается что если мы сейчас вот эти даты посмотрим я уже рассчитала у нас достаточно времени для того чтобы хорошее было корнеобразование что нам дает еще вот эта осенняя посадка выгодно со временем практически в огороде все уже такие сложные работы завершены и это очень экономно всего на все в один полив при посадке затем уже будут я покажу вам погоду затем будут все равно осадки в течение зимы будут образование корней и потихонечку будут растения продолжать жить наращивать корневую систему но не нужно будет каждый не каждую неделю или два-три дня в жару если мы посадим весной бегать поливать экономия плотная экономия особенно сейчас ну и шестой пункт важный пункт напомню что всегда на две-три недели раньше начинается вегетация растений которые были посажены осенью и раньше они происходят от тех которые были посажены у нас весной там и сухие корешки плюс у нас поздно поздняя посадка бегаешь поливаешь не успеваешь резкие холодно 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 потом начинается резко уже тепло и растения страдают и вот эти саженцы очень слабые ну вот чтобы доказать вам что вот это как раз подходит время я хочу вам показать напомнить вот смотрите у нас погода уже есть у нас я делаю сноску погода до конца 2022 года мы рассматриваем влияние планет в разных знаках зодиака на погоду и мы уже столько лет наблюдаем за этим феноменом и практически нас не подводит этот феномен потому что планеты управляют всем космос создан боже богом творцом первотворцом и там все создано гармонично и так как должно быть поэтому все здесь правильно и вовремя и смотрите это конец октября видите конец октября здесь очень хорошие моменты у нас юпитер 28 октября перейдет в знак рыбы прекрасно влага будет юпитер в рыбах дает нам дождики хотя еще немного будут ретроградности но ничего страшного до 24 11 все равно это знак рыбы а не овен вот это овен нам давал такую жару два месяца сентябрь октябрь это как было сентябрь был как август и октябрь как сентябрь что у нас есть запасе еще это время но и самое главное смотрите все важные планеты которые регулируют погоду они находятся в хороших знаках знаках воды вот знак снов еще один знак воды вот единственно что у нас сатурн водолея и уже ретроградность его завершится ну а это не страшно это коротко кратковременное похолодание зато у нас плутон в козероге и тоже кстати выйдет с ретроградности это знак земли он тоже нам дает энергию и уран в знаке тельца хотя ретроградность но смотрите у нас очень хороший период у нас период ноября вот эти две-три недели очень хорошие сейчас я попробую вам вот таким образом показать вот смотрите если мы последние дни октября высаживаем а почему мы последние дни берег мы сейчас с этим завершим вы смотрите какой хороший месяц для того чтобы укоренились наши саженцы чтобы корневая система наросла и солнышко в скорпионе и у нас юпитер в рыбах единственное что у нас там в близнецах только марс но он особо не влияет сейчас он с 30 10 ретроградный и дальше вот видите все энергии как раз до середины месяца очень хорошие даже до конца месяца ноября здесь еще тепло и сравнительно тепло это не лето но это еще теплые периоды это не сильные минусовые температуры кстати вы пишете и сибири что у вас тоже плюс 18 плюс 15 градусов тоже теплые периоды вот эти планеты в знаках зодиака они для всей планеты одинаково работают на единственно что каждый регион имеет еще свою проекцию определенного знака зодиака и это там же создаются особые температурные климатические условия но это отдельная тема этим нужно заниматься изучать и мы не об этом сейчас речь у нас речь о том почему мы должны высадить именно в конце октября и еще на ноябрь месяц я уже составила агрогороскоп ноябре у нас очень хороший период для посадки сашинцев это козерохи телец но к телец попадает как раз на полнолуние и на затмение луное поэтому этот период не подходит для посадки остальные дни остальные знаки не подходят для посадки саженцев которые должны служить и давать хороший урожай мы вот мы нашли до момента когда мы можем уже назвать эти дни чтобы вы еще раз подготовились и подготовили заранее ямы все что нужно сделали и потом только саженцы выкапываем или пересаживаем или же покупаем заранее договариваемся как я это делаю мне заранее выкапывают допустим вечером 29 выкапывают я 30 посажу у меня есть тоже планы посадки на вот на 30 или 31 число и так козерог козерог прекрасное время растущая луна в октябре завершение как раз месяца и растущая луна дает возможность сформировать очень хорошую корневую систему растения в козероге естественно если посадить козероге будут крепкими здоровыми устойчивыми против различных заболеваний надо конечно будет и обрабатывать и работать с ними но уже сам знак луна в знаке дает тоже вот эту энергию устойчивости ну и теперь даты 29 октября с 17 часов вечера не раньше до 0 часов вот это хороший период 30 октября все 24 часа и 31 октября с 0 часов до 15 часов 30 минут почему до этого периода снова же луна без курса 17 часов 17 минут и до 17 часов 43 3 минут до момента перехода в другой знак тот знак нам не подходит не дай боже мы столько потеряли в водолее поэтому мы сейчас главная задача вот еще раз посмотрите напоминаю вот это время благоприятное время для посадки саженцев а затем погодные приятные условия благоприятные условия для корней наших саженцев любых это есть и кладово-ягодные и декоративные еловые растения прекрасный период используем для посадки осенью всех саженцев садовых растений ну что ж раиса горяченко александр волик ответили на ваши многочисленные вопросы по поводу посадки саженцев садовых растений мы очень рады что наконец-то у нас уже появляется желтые желтые листики видите сколько их уже появляется и мы понимаем что приближается тот хороший период и этот период уже через буквально через 12 дней 10-12 дней будет как раз готовы наше растение к тому чтобы во первых те саженцы которые будут покупать и высаживать или выкапывать они уже будут без листиков они у них начнется период биологического покоя и можно будет в этот период пересаживать высаживать саженцы садовых растений желаем вам успехов и чтобы в эти дни у вас была прекрасная благодатная погода чтобы вы все свои планы осуществили и чтобы ваши сады вас радовали радовали и цветением здоровыми растениями здоровыми растениями и на здоровых растениях чтобы был всегда хороший урожай плодов и ягод прощаемся всего на всего с вами до следующего видео пока 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 пока